Называется Трума, это Исход Шмот, 25 главы начала, по 27 главу 19 стих, Гавтора, это Первая Млахим, то есть Третья Царство по нашей классификации, 5 глава с 26 стиха по 6 главу 13 стих. Ва Едебер Адонай Эль Маше Ла Емор. И обратился Бог Маше с такими словами, или сказал, «Дабер Эль Бейб Исраэль, ва Икху ли Трума меетколь иш, ашерки дьявну, ли бом тикху от Трумати?» Скажите нам, Израэля, пусть возьмут возношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает, и пусть возьмут возношение для меня. Видите, Трума, мы говорим, приношение, в действительности, Рама – это высота, это не только должно приноситься, а что? Т-Рама. То есть подниматься в высоту. К кому? Это к каждому человеку относится. Пожелание сердца того, кого подвигнет сердце его. И эти добровольные приношения – это было начало строительства своего скиния, Мешкана. Хорошо. Итак, видим. Значит, все евреи должны были принять участие в строительстве Мешкана, да? И вдруг Маше принимает приношения только от тех, кто давал добровольно от всего сердца. Так что здесь какое-то теоретие, да, как у нас всегда было добровольно-принудительно. Да, и с огоньком в глазах. Это еще Рейген был. И, значит, как спорили Рейген с Брежневым. Как кошку заставить горчицу? Вот. Этот Рейген схватил кошку в морду ее горчицу. Кошка влезет и рвет. А этот Савык, вот так говорит, с силой ее, с силой, с силой мордой пусть ест. А Брежнев говорит, вот я, говорит, помазал под хвостом кошку. Кошка сама вылезается, да. Вылезается и орет. Я, говорит, с силой ее ткнул, чтобы она ела горчицу. А этот, говорит, вот так у нас все делается, добровольно из песни. Итак, с одной стороны, евреи должны были добровольно принести, да, с другой стороны, все должны были принести. Как же это объяснить? Видите, говорится так, кого, как подвигало сердце? Так говорит Медраж. Если кто хотел дать золото, то давал золото. Кто мог дать серебро, давал серебро. А кто-то ничего не мог дать. Давал медь или что-нибудь. То, что он мог принести. То есть, то, что подвигало его сердце, приносить. Приносить должен был каждый, но то, что подвигало его сердце. И вы знаете, это очень похоже на то, что говорится в Новом Завете. Кто строит из чего? Из золота, из серебра, да, из драгоценных камней. У каждого обнаружится. А кто-то, может, приносил пучок соломы для скинии. Очень полезная вещь была для скинии. Правда? Ибо каждый покажет, что в огне открывается. И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И разве вы не знаете, что сказано дальше? Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. То есть, наша задача – приносить то, что мы максимально можем принести. Правда? И это зависит от положения нашего сердца. Итак, какие же были приношения? Каждое приношение имеет определенный символический смысл. Кроме того, что она представляла собой материальную вещь, да, имела и символический смысл. 25.3. Вот возношение, которое вы будете принимать от них. Золото, серебро и медь. Золото – загав. Однокоренные слова. Зав – литься потоком. Падать каплями. Литься – течь тонкой струей. И завах – жертва. То есть, проливать кровь. Жертвовать животных. Отсюда же и мезбех. Итак, золото – что символизирует? Вопросы на тест не забывайте будут. Да, жертвенность, да. И для Нового Завета – это жертвенность Ишуа Мессии. Потому что он пролился, да, пролился. Он был жертвой. Хорошо. Да, комментарии этих главы и последующие там материалы Конрад Сандерегер. Мессия Израиля в Ветхом Завете, да. Знаете такую книжечку? Вот. Дальше. Серебро. Серебро. Кэсэв. Однокоренные слова. Касав – стремиться, жаждать, томиться. Кэсэ – покровало. Отменять, прятать. Кэс – трон. Кэсэ – стул. Вот помните Кэса Воробьянина? Он что делал? Стуль рискал. А почему его звали Кэсэ, хотя он был и полит? Кэсэ. Потому что он искал стулья. Все это по-еврейски, это можно понять, да. Итак, видите, серебро. Но также серебро кэссут, покрывало. И серебро – это деньги, то, чем платят. То есть, это символ цены, который Ешо заплатил за наше искупление. Его жертва была золотом, да. Но он заплатил за наше искупление. Имеется цена определенная? Тридцать серебро. Тридцать серебро. Да. А может быть больше? Все-таки. Ну, подумайте. Он заплатил цену своей крови за нас. Правда? И то, что Кэсэ, то, что заплачено. И то, что Кэсэ покрывает, да. Покрывает. Медь. Нэхэш. Нахаш. Змей. Нашептывает. Помните? Нахаш. Змей. Хитрый. Волшебный. Чарый. Хаша. Молчать. Отсюда Хаша. Размолчать. Так что? Хошах, да. Тьма. Да. Шекот. Тишина. И так далее. Однокоренные слова. Нэхэш. Отвергать. Лгать. Кахаш. Ложь. Там Барказива, например, был. Сын этот. Сын лжи. И так далее. Медь. Это символ Ешуа, который сделался грехом за нас. Змей какой был? Да. Нэхаш. И змей еще был? Нэхашет. Змейный змей. Помните? Которого возносили в пустыне. И здесь обыгрывается как раз вот это. Нэхаш. Нэхашет. Нэхуштан. Медный змей. Хорошо. Дальше. Да. Медь. Это грех. Да. И Ешуа сделался грехом. Как змей был вознесен в пустыне. Так и Ешуа был прибит. Да. Для того, чтобы были прибиты все наши грехи. Туда. Дальше. Голубую шерсть. Багреницу в русской там, по-моему. Черниницу. Лен. Козью шерсть. Шкуры бараний. И так далее. Шерсть голубая. Тхелет. 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 Голубая. А слово тахлит. Завершение. Однокоренное. Крайность. Реальность. А также коль. Каждый. Всякий. То есть все. Да. И кала. Это завершенный. Законченный. Невеста, например, означает совершенный. И голубой цвет. Это символ чего? Неба. Да. Символ неба. Когда мы говорим голубой человек. Это не означает. До середины 50-х годов где-то 20-го века слово голубой означало чистый, совершенный, беспорочный. Поэтому я читал книгу «Голубой человек». Я читал из жизни замечательных людей. Жезел. Знаете, такая была серия. Голубой гусар. Это о луневе. Да. То есть видите. То есть голубой – это означало совершенство. Опять-таки дьявол все хочет поставить наоборот. Итак, значит, золото. Что? Жертва. Серебро. Деньги. Цена. Да. Медь. Грех. Нехошец. Змей. Да. Нахаш. И все синие, значит, хелед. Голубое. Это что у нас означает? Небесный цвет. Да. Второй – это был пурпурный или багреница. По-еврейски – аргаман. От слова «ле арок», «арак» – ткань. И «иргун» – организация. Вот, например, я вчера был на хлебоприломлении в моей церкви. И пастор, не знаю, знал ли он еврейские вещи, такие штучки или нет. Ну, вот он проповедовал об одежде, которую, помните, разрывали, да? И тканы. У Ишуа была тканая рубашка такая, которую не разорвали. И вот интересно, что ткань, вы видите, от этого слова, да? А «рог», «ткать» и «иргун» – организация. Вот он говорил, что так как это рубашка, мы все едины, мы сотканы все, и нас разрывать нельзя. И я тогда думаю, какая прекрасная аналогия, если бы это все еще связать с евритом. Я был в восторге от этой проповеди, это мне очень понравилось, действительно. Видите, «арак» – это ткань, видите, «арахна» – паутина, тоже корни разные. И русское слово «организация», да, «орган» и «иргун», что означает «организация» на еврите, все того же цвета. Она была пурпурная, пурпурная, то есть какая, не просто красная, а пурпур – это тот цвет, который одевались от цари, да, пурпурная. И это царский цвет, потому что Господь есть наш царь. Итак, пурпурная ткань, что означало? Что Господь наш царь, да? И говорится «арак» – ткань – организованность. И мы действительно организованы. Червленая, червленица. Там написано «тала-атшани». Тала-атшани. Тала – это червь и личинка, а также хлам. Да? И если мы почитаем Псалом, 21-й Псалом, там, как говорится, «я мусор» – поношение для народа. Червь, мусор, хлам. Это все. Тала-атшани означает определенный цвет. Дело в том, что вот этот червленый – это был специальный моллюск, который вымер. И вот сейчас, говорят, в 20 веке восстановили секрет этой краски. Хорошо. И когда червленая шерсть – это символ унижения Исии, его жертвы, и вы помните, чтобы шерсть сделать, нужно что делать? Состричь ягненка, да? Ишо был как агнец, что стригущий безгласный. И, да, перед стригущими – безгласный. И еще вот эта червленая нить, она должна была проходить, как говорят, там, красной нитью. Действительно, червленая нить, она была такого темного цвета. И в талите. Помните? Кисточки у нас сейчас какого цвета? Белого, да? А должны быть голубые, червленые. Вот. Это не совсем правильный перевод – красная нить. Именно червленые. То есть, именно вот этот цвет этого моллюска. Цвет этого моллюска. Да, висон. Висон по-еврейски шеш – это шесть означает, да? И от слова сас, сон, также самое пишется – радостный. Радость. Кстати, шесть видишь, шеш. Число антикреста – то, что шестьсот шестьдесят шесть. То есть, это может быть число шеш, связанное с Ишо, да? И с Господом, а антихриста – шестьсот шестьдесят шесть. То есть, шесть – это число как бы человеческое, да? Помните? Семь – число Божье, восемь – число сверх нового начала и так далее. Шесть, шесть – шесть – это значит, что человеческий символ будет где? В разуме человека, да? В духе, душе и теле. В разуме и в руке. Я не думаю, что это связано с щипом. Ну, кто его знает. Козья шерсть. Изим. От слова ос – сила. Айн – зайн. Да? Сила. Ос – власть. Азаз – быть сильным, крепким. Азаз. Помните? Азаз – эль. Я подвину, что Бога сказал один ангел. Так, по крайней мере, говорится в апокрифическом Еноха. В апокрифической книге Еноха. Следующий – кожи бараньи красные. Значит, айлим медемат арод. Ор – это кожа. И помните, ор через айн и рейш – это кожа. И когда кожа была покрыта кожей? Да, когда совершили Адам и Ева. Кожи красные. Красные тоже напоминают. О чем? Та – о грехе, да? И о жертве за этот грех. Хорошо. И вот кожа синяя, это там написано, что Тахашим. Что такие Тахаши и что такие Тахаши, до сих пор никому неизвестно. Вот делалось такое животное. Называется Тахаш. Но оно выберло. Поэтому здесь не кожа синяя, не Тхэль, а Тахаш, написано Тахашим. И что это за Тахаши, никто не знает. Сейчас таких нет. Они говорят, что Тахашим – это дельфин, тюлень, борсук, змея. Никто не знает. Дерево сетим. Кожи синие. Это какие-то кожи какого-то определенного животного. Мы не знаем, что это такое. Но похоже, что это связано тоже с Тахаш, со змеей. Либо корни кожи какого-то животного. Дельфин, борсук. Мы не знаем. Я еще раз говорю. Мы не знаем, какие это животные. Следующее дерево – сетим или шитим, правильно говорить. Шитим. Шит. Да, шитик. Отсюда шип у нас. Акация какая? С шипами. Акация с шипами. Да. И основа скини и бревна были сделаны из дерева шитим. Дерево шитим. Итак, получается, что были следующие – дерево шитим, потом сверху виссон, виссон белого цвета, да, козье – шерсть, белое, да, баранье – красное и синее. Кого это флаг был? Ну да. Белый. Да, белый, синий и красный. Только как бы перевернут в виде. Сначала синий белый, да, потом синий, потом красный. То есть тоже русский флаг перевернут в виде. Хорошо. Вот эти четыре все цвета, они имеют как цвет четырех Евангелий, да, четыре лица Бога. Белый, да, синий, какой пурпурный, да, и красный. Белый, синий, пурпурный и красный. Еще шита – это акация, а также система, метод, мнение. Если мы это самое шита, почтем шинка ксе, получается сата – заблудница, отвернуться, отклониться. Отсюда однокоренные слова сатан и сота. Помните, какая жена? Заблудшая жена, заблудившаяся, да, или, как говорили, блудливая жена, видите, корень опять идет все оттуда. Хорошо. И несмотря, значит, на такие вот названия, вот это дерево акации. Ну, еще мы помним дерево с колючками, которое было связано с Ешио. Вот, да, терновый венец, да, то есть венец с колючками шита, это акация, а также колючка. Дальше, в 25 главе говорится об особо, давайте мне еще раз пить, масле. Масло, как будет шемен, масло для чего? Для миноры, 25 глава, 6 стих. Шемен ла маор, масло для освещения. Шемен – это масло, шаман – жирный, шемен – определять, оценивать, да, а шем – это имя или репутация. Маор – это свет, освещение, иллюминация, потому что ор означает свет, свет, аур, еще огни, огни фестиваля, и также фейерверк, да, фейерверк в современном иврите. Таким образом, было масло для освещения, и другое масло для помазания. И там были в этом масле пряности, елей помазания, называется бессамим. Бессамим, а слово басэм – ароматы, специи. А слово бессамим, оно очень похоже, если это писать, бэшамаем, потому что здесь бэ, шин, мэ и мэ, да, бессамим и бессамаем, получается. Если без голосовок, пишется практически одинаково, да, бессамим и бессамаем. На небесах, шамаем. Отец, который на небесах, да. Знаете украинскую амиду? Украинскую амиду. Баруха таба шамаем, бумаем шамаем. Это надо знать украинский язык, чтобы понять сладость, да. Бэшамаем на небесах, бо маем, шо имеем, да, шо маем. Маем шо маем, да. Хорошо, видите, значит, бессамим ароматы, специи – это символы того самого елея помазания, который был помазан, ешуа. Но тем, кстати, елеям, которые готовились, не могли помазать чем-то, кого-то других. Но похоже. И ароматы для благовонного курения. Если те бессамим аммашах, для помазания, то здесь бессамим вэликторет. Катарет – это воскурение. Катарет – воскурение. Это определенные специи. Они были только применяться для храма. Если кто-либо делал такие специи, кроме храма, что нужно было его? Убить, да. Убить, правильно. И были различные камни. Были различные камни. Мы потом будем говорить о камнях, об одежде первосвященника более подробно. Вот, как говорят еврейские мудрецы, золото, серебро и медь. Загав – аббревиатура слов. Зе айнэйсен бари. Это делает здоровым. Кэсэв – серебро. Аббревиатура. Кше еш саканас нахат. Пахат, пахат. Кше еш саканас пахат. То есть, это делающее здоровье – золото. Оно абсолютно ценное. А если есть страх, то тут уже не золото что? Асэребро. Асэребро. Энэхаш – это несиназ ахэйлэшэмер. Это, говорят, жалование больного, который говорит «отдайте». Если ему говорят «отдайте деньги на дзаку», да, то этот человек дает пожертвование, и тогда чувствует, что другого выхода у него нет. И хотя это самая низкая форма дзаки, она тоже принимается Богом. «И построит мне святилище», 25 глава 8-9 стих, «и я буду обитать среди них. Сделай все в соответствии с тем образом шатра и теми образами предметами нем, которые я показываю тебе, а также пусть все сделают в будущем». Самое интересное, что в трех местах говорится о строительстве Скинии. Вначале говорится, как будто бы до того, как Маше зашел на гору. Но потом мы видим, что причиной строительства Скинии было то, что Бог не мог обитать среди Израиля, когда Израиль согрешил. Второй раз говорится о строительстве Скинии, когда увидел Скинию по образу, которого показал его Господь, это уже будучи на горе. И третий раз – это уже когда Моисей второй раз спустился. Потом некоторые комментаторы, кстати, говорят, что Моисей сколько раз там был? Три раза был на горе. Ну, не знаю точно. По крайней мере, Скиния – это мешкан, слово шахэн, соседство, сахнут, общение того же корня. То есть это особое место, где Бог будет обитать среди народа. Удивительно, что Бог, он обитал среди народа. Но в то же время Бог немного был отделен от народа, потому что были разные степени святости. И мы видим, что не все могли приближаться к Богу, да, в одинаковой мере. Когда вначале они приближались к Богу, многие получали поражение. Вот, знаете, часто человек только приходит к Богу и говорят, ты уже все, ты уже находишься во святых святых. Правильно это? Я думаю, что не совсем правильно, да? Потому что есть определенная степень, и есть определенный процесс. Есть у меня на этой таблице, вы потом почитаете, кому интересно, которое называется освящением. Которое называется освящением. И когда была построена Скини, к сожалению, уже не все люди могли осуществлять служение, да, потому что случился грех Золотого Тельца. Когда Маше сошел вниз и обнаружил, да, что евреи служат, и служат они не Богу Израиля, а называют Бога Израиля Золотого Тельца. Да, и после этого была выделена группа людей, которые не участвовали в этом грехе. Это был колено Леви и отдельный с колено Леви Аарона. То есть, получается, три как бы степени святости, да, весь Израиль свят, опять-таки, но каждый свят в определенной степени. Одни были израелим, они находились во дворе Скини, да, они участвовали в жертвоприношении. И первоначально, если мы почитаем Нигулевит, то мы увидим, что само зарезание животным было тем, кто приводил это животное. Но потом, позднее, когда возникла опасность, что животное будет зарезано неправильно, это зарезание животным стал производить священник, да, и передавал жертву священнику, обычный израильтянин, и дальше он что? Дальше он не шел. А к жертвеннику подходил кто? Тот, кто совершал заклание жертвы, да? К жертвеннику могли доходить левиты и когены. Левиты осуществляли помощь, да? Когены осуществляли непосредственно весь процесс служения вокруг жертвенника. Вот. А мог ли просто левит обычный пойти в святое? Нет. В святое мог уже зайти только кто? Да, священник, да? А в святое святых? Коген Гадоль и то не всегда, да? А только один раз в году. Один раз в году. Вот. Ну, говорят, что когда был храм, то все-таки раз в семь лет в храме делали уборку. Опускали туда с крыши людей с завязанными глазами, которые каким-то образом эту упорку делали. Ну, вы помните, что во втором храме уже там не было, да? Во втором храме не было. И есть еще такое сочетание, что человеческое тело и скине. Видите, мы с храмом, мы скине Духа Святого. И это подтверждается в Новом Завете. 1 Кориффе 3.16, 1 Кориффе 6.19, да? Наши тела есть суть храма, живущего на Святого Духа. Поэтому внутренний двор сравнивается с телом. Святое – это душа, а святое святых – дух. И вот такой вот у меня хасид нарисован с шляпой. Почему-то. Хотя вообще священник тюрбан был, а не хасидская шляпа. Вот. Ну ладно, каждый изображает так, как понимает. Да, ну немножко по-другому все-таки было. И что здесь? Видите? Да, ноги и нижняя часть – это двор, да? Сердце – это что? Святое. Голова – это что? Святое святых, да. Голова – это святое святых. Хорошо. И в скине было трое. Завес, да? Вот первая завеса была. Видите? Да? Вот, значит, трех столбах. Потом завеса сколько? Пять столбов. Это пять некторы. И четыре, можно сказать, четыре Евангелия. Да? Госвятая святых. Такая интересная символика. Я вам всю символику подробно рассказывать не буду. Сколько у нас еще? Минут десять есть, да? Хорошо. Немножко поговорим о ковчеге завета. Да, мы говорим слово ковчег. Опять-таки, слово ковчег не совсем правильно. Надо что сказать? Ящик. Ящик, да? Да. И ящик этот был наподобие вот такой из трех составных частей. То есть, практически это было три ящика. Наружный ящик еще был из золота. Средний ящик из дерева, да? И внутренний ящик опять получался чего? Из золота. То есть, получался конденсатор. Конденсатор. Конденсатор, который мог концентрировать большое количество тока. Так, про Теслу все смотрели фильм? Про Теслу. Как он там шороху навел на все человечество, да? Оригинально. Некоторые разработки Теслы до сих пор мы повторить не можем, да. Микола Тесла, это был серб, да? Серб жил в Хорватии, потом в Австрии, потом переехал в Соединенные Штаты Америки. И большая часть опыта он... Он прожил 90 с чем-то лет. И умер уже, по-моему, или в 43-м, или в 45-м году. Ну, в общем, уже атомной бомбой он мог застать. Но он, кстати, придумал мобильный телефон. Крайне мере идеи. В отличие от Лидарда Давидча, его все идеи были бы при толщине жизни. Хорошо. Арон. Ящик. Однокоренные слова ор. Ор. Свет, да? Вот этот свет Торы, он находился как бы в этом ящике. Да. И здесь мы видим три. Три части. Золото, дерево, еще раз золото. И если говорить о троичности Божьей, кто Ешио, умерший на кресте, да, он символизирует что? Средняя часть. Помните, три мацы, которые мы преломляем. Средняя часть. Опять это кто? Ешио. Средняя часть Ешио. Да. И сверху была капора, крышка. Крышка. И на ней был, как говорят, золотой венец. Здесь по-юрлейски слово зер означает корона, диадема. А слово низар означает освободиться от ненужных вещей. Отсюда однокоренное слово. Человек, освободившийся от ненужных вещей. Назир, как назывался? Если не зар. Назир. Назир, да? Назир или Назарей. Хорошо. Были кольца. И не просто находились вот эти две. Ну, как сказать. Когда держали. Да, шесты. Шесты. Они были продеты в кольца. Кольца символизирует что? Завет. Совет. Хорошо. Значит, были сделаны шесты. И крышка напоминала. Что там было? Какие два изображения? Херувим. Крувим. Крувим. Один херув. Да? Два ангела. Мечника. Когда мы говорим об ангелах-мечниках, об ангелах-мечом, мы вспоминаем ангела, который поставил Бог не одного ангела, а ангелов. Да? С обращающимися мечами отличать и разделять мир этот от мира духовного. Да? И еще ангел смерти нам напоминает. Ангел с мечом. Да? Херувим. Крувим. Мы говорим херувим. Хорошо. Крышка была сделана из чего? Из чистого золота. Какая она была? Скажите, эти круги были припаяны к крышке, прикреплены, прилеплены. Да, все это было слито, да? Из одного куска. И они были выкованы. Совершенно верно. Вот. И слово «кару» – это ангел, херувим, а также капуста. Отсюда вот интересно. Короли и капуста. О, Генри. Я иногда буду говорить о королях и капустах. Сегодня моя проповедь будет об ангелах-херувимах. Потому что млахим, помните, млахим, ангелы, там просто ударение еще, алиф появляется, немножко изменяется. А херувим означает одновременно и капуста. То есть херувим, да? И ангелы, млахим, или короли и капуста. Хорошо. И крышка называется, да? Капара. А слово «капар» – «йом кипур» – это что? Покрытие, да? Покрытие. Покрытие и символизирует покрытие наших грехов. И еще, когда мы говорим «йом кипур», да? Мы говорим «кифер». Это «кифер» – это что? Неверный, да? То есть Бог отвергает наши грехи на «йом кипур». Либо мы можем быть признаны неверными. Можем быть признаны неверными. То есть зависит от того, как это переводить. И Бог лично из этого места давал первосвященнику определенные вещи. Говорят, для этого пользуются камни, которые называются «светящиеся» и какие чистые совершенно. Урим, Ветумим. И когда мы говорим о камнях Урим и Ветумим, мы можем говорить, либо это камни, которые были на плечниках, то есть на погонах. Эти погоны точно имели вид палетов с кисточками, вот как современные палеты. Либо говорим о нагруднике, камне нагрудника. Кстати, Хошен нагрудник, вот Хошен и шьет мой сын, вот, для туристов, для охотников и так далее. Он даже придумал для этих самых, для солдат. То есть вот эти, говорят, разрузочные жилеты, да? Вы говорите, это Хошен. Еще Хошен, может быть, бронежилет. И он даже имеет тоже интересные наработки. Хошен Саладин, у него есть у моего сына. И когда мы говорим еще о хлебах, стол хлебов предложений, вот как выглядит этот стол, видите? И хлебы тоже были немаленькие. Еще посчитать, сколько туда шло муки. Видите, какие большие были хлебы? Это не блинчики, как показывается. Хлебы были завернуты вот таким образом определенным и назывались лехем гапаним. Отсюда, видите, лехем хлеб, да, апыне, пана, паним. Во многих других языках тоже означает хлеб. То есть имелся вид этажерок, стол в виде этажерок. И там находилось 12 таких хлебов. Хлебы приносились в субботу. И, говорят, когда их вынимали в следующую субботу, они были абсолютно свежие. Хорошо. И принадлежности стола, различные чашки, стержни и так далее. Все это было сделано из чистого золота. Из чистого золота. И так, значит, что лехем гапаним, некоторые говорят, хлеб с лицами, личной хлеб, хлеб предложение, да. Вот, и этот хлеб, значит, приносился. Он на тан давался. И отсюда матана, подарок. Лехем по ним, лехем от слова лехаем, жизнь, да. А также лохам, сражаться, вести войну. Вот очень интересный такой медраж. Ну, помните, вообще взять, если Василий Иванович Чапаев, там сплошной медаж, который. И спрашивает там Петька, да, говорит, дядя, за что, говорит, люди воюют, да, за что лохам? За жизнь лехаем Петька. Каждому хорошей жизни хочется. Это точно еврейское понимание, что такое есть война, правда? Итак, лехем гапаним. Отсюда эль пан по-испански, пыне по-молдавски. Все означает хлеб. А также польское и украинское обращение пан. Отсюда, вот, это пан, личность. Просто пан, личность. И лефней, перед. Хлеб имел вид коробки открыто сверху, и двух противоположных боковых сторон. Вот такой заверт. Другие говорят, что хлеб приносился перед лицом Бога. Или хлеб приносился от лица общины. Мы точно не знаем. Хорошо, описание Минары. Успеем? Минара должна была иметь сколько свечей? Семь. Свет светильника из чистого золота. Ор – свет. Нора – свеча. Нора – современная лампочка. Нор – свеча, вернее. Нора – лампочка. Сколько было таких лампочек? Всем. И все это было выковано из одного куска золота. Нельзя было что-либо припаять. Поэтому она имела полностью цельность. И это золото, и это цельность. И это символизирует, да? Это символизирует нас. И мы будем говорить чуть позднее о зажигании Минары. Там даже светильники определенным образом располагались. Что они фокусировали свет в одну сторону. В сторону центрального светильника и немножко вперед. Вот. И велся центральный светильник и шесть ветвей. Видите? Шесть – это число человеческое. Вы помните? Семь – число Божье. В центре светильника – Ишуа, Мессия. И шесть светильников. Хорошо. Есть каждые части светильников. И что они символизируют? Я думаю, сейчас подробно не будем об этом говорить. Но было у нас однажды занятие по Скинии. Помните? В прошлом году. Было очень интересное занятие. Там тоже мы все это использовали. Ну что, будем отдыхать сегодня, да? Да. Хорошо. Хорошо.